В воскресенье 3 ноября в Молдове состоится второй тур выборов президента за пост главы государства. Напомним, будут бороться действующий президент Майя Санду, а также бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, который выдвигается от партии социалистов. Наша съемочная группа продолжает следить за тем, как проходят выборы в Молдове. Сейчас с нами на прямой связи из Кишинева наша коллега Лариса Петрук. Лариса, добрый вечер. Детальнее о том, чего же стоит ждать от второго тура президентских выборов, какова сейчас ситуация в Молдове. Пожалуйста, расскажи детальнее. Так, коллеги, добрый вечер. Действительно, мы продолжаем следить за обстановкой в Молдове, в том числе за политической обстановкой. Хочу отметить, что вот сегодня в преддверии выборов, в преддверии дня тишины, ни одного митинга здесь, в столице, в Кишиневе мы не увидели. Но если говорить о втором туре, предлагаю вернуться к началам, к 20 октября, когда состоялся первый тур выборов. Как уже сказали мои коллеги в студии, да, действительно, во второй тур вышли Майя Санду и Стояногло. Действующая глава государства Майя Санду во время первого тура выборов набрала чуть более 42% голосов избирателей. Ну а ее главный оппонент Александр Стояногло, представитель партии социалистов Республики Молдова, набрал около 26% голосов. Ну и не стоит забывать о том, что, конечно, в тот же день, 20 октября, в Молдове состоялся и референдум о вступлении страны в Евросоюз. И эксперты называют как итоги первого тура президентских выборов, так и референдума о евроинтеграции в Молдове буквально холодным душем для нынешнего правительства Молдовы. Потому что, как прогнозировали социологи, за евроинтеграцию должны были проголосовать около 60% избирателей. Тем не менее, процент был меньшим, тем не менее, Молдова сказала Брюсселю да, но за проголосовали тогда 50,5%, ну а против 49,5%. И это, можно сказать, осложнило ситуацию, поскольку референдум был, среди прочего, призван для мобилизации проевропейского населения Молдовы вокруг Майсанду, вокруг идеи в целом евроинтеграции Молдовы. Так в целом не случилось. Ну и вот, и как говорят эксперты, вот это время между первым и вторым туром президентских выборов стало таким временем для работы над ошибками для команды Майсанду. Давайте послушаем мнение эксперта о том, насколько активным была ее деятельность в этот период. Прошу прямую речь. Я думаю, что картина второго тура, она будет чем-то похожа на наш референдум, то есть разрыв между кандидатами будет не очень большой. Да, для них результаты первого тура и результаты референдума стали неприятным сюрпризом. И они сейчас максимально активно стараются этого как раз избирателя, который не голосовал в первом туре за Майсанду, как-то найти к нему подходы. Они пробуют самые разные месседжи, там обращаются непосредственно к избирателям Рената Усатова, который занял третье место. Вот эксперт напомнил о кандидате Рената Усатой. Действительно, в первом туре он набрал около 14% голосов избирателей. Но одной из интриг остается то, кому теперь отдадут свои голоса поклонники Рената Усатова. Если же говорить о втором туре выборов, то согласно прогнозам социологов, Майя Санду может набрать около 39% голосов избирателей, тогда как Александр Стояногла чуть больше 32%. Однако загвоздка в том, что почти 24,5% респондентов так и не определились со своим выбором. Это достаточно большой процент избирателей, это четверть избирателей. Ну и кому они отдадут свои голоса, кто будет фаворитом их, неизвестно. Давайте послушаем мнение эксперта о том, как может сложиться ситуация во время второго тура. Это в каком-то смысле выровняет позиции, потому что после первого тура у Майя Санду свыше 40, у Александра Стояногла 25. И вот если голоса проигравших уйдут в Стояногла, это ситуацию сбалансирует. У Майя Санду, тем не менее, есть ресурс, который она может использовать. Это неопределившиеся. И в этом смысле мы можем сказать, что она уже проделала хорошую работу, потому что на дебатах, которые имели место в прошлое воскресенье, Майя Санду однозначно выиграла в этой дискуссии. Явка во время первого тура президентских выборов составила около 50%. Достаточно небольшая, но, как объясняли нам эксперты, это средняя явка для выборов в Молдове. Как ожидают, явка на втором туре будет немного выше. Мы опросили граждан Молдовы на улицах Кишинева, что они думают по поводу второго тура выборов и пойдут ли 3 ноября на избирательные участки. Давайте их послушаем. Потому что имею такое право. Мы находимся в свободном государстве. Потому что это моя обязанность, как гражданина Республики Молдова. И я хочу жить в европейской стране, в нормальной стране, в демократической. Обязательно пойду, конечно. И мама моя пойдет. I care about my country. Я беспокоюсь о своей стране. Я живу здесь. Для меня важно проголосовать для моего будущего. Для нашего будущего. Будущего наших сограждан. У нас есть это право, и мы должны им воспользоваться. И, конечно, нельзя не напомнить о том, что выборы президента Молдовы, по крайней мере, первый тур выборов президента Молдовы и референдуму уступлений в страны Евросоюз, проходили на фоне невиданных ранее вмешательств со стороны Кремля. Тогда вице-премьер-министр Молдовы заявила о том, что Москва потратила более 100 миллионов евро на раскачивание ситуации внутри Молдовы. Напомню, ранее в наших эфирах мы рассказывали вам о том, что при помощи беглого пророссийского олигарха Илона Шора была создана целая сеть агентов. Людей подкупали для того, чтобы они участвовали в пророссийских митингах, раздавали листовки, агитировали, ну и за это люди получали так называемую зарплату, зарплату в рублях, конечно, которую могли обналичить только в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Ну что ж, коллеги, наша съемочная группа и дальше будет следить за всеми событиями. Завтра в Молдове день тишины, а уже в воскресенье, 3 ноября, страна выберет следующего президента. На этом у меня все. Пока, коллеги, слово вам в студию. Да, Лариса, большое спасибо за такой детальный рассказ. Лариса Петрог на прямой связи из Молдовы, из Кишинева, рассказала нам о том, как же в стране готовятся ко второму туру президентских выборов.